Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты выборов 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Письмо Гарника Саркисяна, премьер-министра Республики Западной Армения, газета Ерк Рамас. ОБСЕ рассмотрит ситуацию на обмяно-азербайджанской границе, Жовуурт. Вокруг Идлиба будет создана буферная зона. Сирийские ПВО сбили запущенные полуатаки и ракеты. Работа по тушению пожара на склонах горы Масис продолжается. Потушить его пока не удается. Арутюн Наджарян родился в сирийском городе Камышлы в 1972 году. По образованию системный администратор. С 1994 года работает в операции ООН по поддержке мира. Желает помочь Западной Армении своими навыками и знаниями. Овсеп Казарян родился в 1975 году в Камышлы. Три года служил в сирийской армии. В 2010 году примкнул к структуре Республики Западной Армении. Живет в Швеции по сей день. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западная Армения. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Уважаемая редакция газеты «Ерк Рамас», нам сообщили о статье, опубликованной в понедельник, 17 сентября 2018 года, в которой говорится о ложном избрании Национального собрания Западной Армении. «Оповещаем вас, что люди, представленные в той статье, изгнанные из государственных структур Республики Западной Армении, так как они действуют противозаконно. Мы отправим вам исходную реакцию следующим видеоматериалом, с помощью которого вы можете ознакомиться с обстоятельством преступления этих лиц, незаконно эксплуатируя полномочия государственных структур Республики Западной Армения. Также публикуя имена и изображения людей без их согласия и осведомленности. Есть довольно существенные основания для раскрытия обвинений. Эта проблема подлежит судебному преследованию как Российской Федерации, так и Республике Армения и соответствующих инстанций. Этот мошеннический акт преступников является проявлением крайнего гнева армянского народа, рассматривая его как оскорбление полутора миллионов людей нашей нации и прямую ненависть к национальным правам всей Западной Армении. Просим, чтобы ваша газета эту искаженную стадию опровергла, чтобы армяне-эмигранты не рассматривали ваш сайт как соучастник преступления». Газета Жоувурд пишет, «В последние дни ситуация на армяно-азербайджанской границе становится напряженней. Случаи нарушения прекращения огня участились не только на линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, но и на армяно-азербайджанской границе. И теперь, судя по информации газеты Жоувурд, ОБСЕ уже начала обсуждать ситуацию на границе и контролировать ее. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян сообщил в интервью газете Жоувурд, что Армения уже проинформировала международные структуры о действиях, направленных на обострение ситуации на азербайджанской стороне. Мы были проинформированы с председателями Минской группы ОБСЕ, канцелярией личного представительства действующего председателя ОБСЕ, а также другими международными организациями, которые регулярно обеспокоены действиями азербайджанской стороны по эскалации ситуации, а также настоятельно призывают воздерживаться от применения силы, подчеркнув, что альтернативы мирному урегулированию нет. «Мы ожидаем, что эти структуры предпримут соответствующие шаги для обуздания Азербайджана», отметил он. Президенты России и Турции договорились о создании буферной зоны вокруг мятежной провинции Идлиб. Это означает, по крайней мере, отсрочку наступления войск Башара Асада на Идлиб, против которого выступают Турция и Запад. Владимир Путин, Реджепта и Пардоган объявили в понедельник после переговоров в Сочи о намерении создать по периметру Идлиба демилитаризованную зону шириной 15-20 км. Зона будет создана к 15 октября. Президент России пояснил, рассказывая о соглашении с Ирдоганом, что до 10 октября предусмотрен вывод из этой зоны всего тяжелого вооружения оппозиционных группировок. Зону будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция. Турция же создала 12 наблюдательных постов по периметру Идлиба на линии противостояния войск Асада и их противников. Причем каждый пост укомплектован механизированной ротой, усиленной дополнительной бронетехникой. Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что решение о буферной зоне будет в ближайшие часы согласовано с Башаром Асадом. Напомним, что включительно находящиеся под уходом Франции, Киликии и восточные территории на карте обозначены синим цветом, объявившие свою независимость 4 августа 1920 года, но ангорское незаконное соглашение между Францией и кемалийскими турками 20 октября 1921 года, противоречило решениям всего населения Киликии, в результате чего армяне и христиане подверглись с последующим массовым убийством со стороны турков. Однако президент Армен Акабраамян напоминает, что оккупация Киликии, турецкой армии и террористами, даже если она будет продолжаться и сегодня, не изменит статус Киликии и останется сегодня как оккупированной Турцией территорией Армении. Интерфакс.ру Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия, сообщает в понедельник вечером агентство САНО. По его данным, обстрелу подверглись промышленные объекты. Были задействованы системы ПВО и несколько ракет было сбито, отмечает агентство. Позже САНО уточнило, что обстрел сирийской территории был совершен со стороны моря. Мишени располагались в городе Латакия, административном центре одноименной провинции. Сирийские государственные СМИ отмечают, что сначала поступили сообщения о взрывах на территории исследовательского института, занимающегося промышленными технологиями. Затем примерно через полчаса системы ПВО перехватили несколько ракет, летевших со стороны Средиземного моря. Официальные СМИ Сирии полагают, что обстрел провели ВВС Израиля. Израильская сторона, как правило, не дает комментариев по поводу такого рода операций, отмечает агентство Associated Press. На склонах горы Муасси с пожарным пока не удается потушить пожар. Для борьбы с огнем используются беспилотники, но пока тщетно. Сначала пожара прошло трое суток, но из-за ветра он только усиливается. Пожар уже уничтожил около 200 гектаров площади. Еще 60 гектаров удалось потушить и не допустить огонь к лесному массиву на склоне горы. О причинах пожара пока нет официальных вестей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Кумитаса «Есть сараньку гаи». Субтитры создавал DimaTorzok Кумитаса «Есть сараньку гаи» В полной версии видео представлены на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь с миром!